Тупак Шакур родился в 71-м году в Нью-Йоркском Гарлеме и в роддоме был зарегистрирован как Лейнс Крукс. Именем Тупак, в честь последнего вождя инков Тупака Амару II, его наградил крестный отец Элмер Пратт, между прочим, лидер организации «Черные пантеры». А фамилия Шакур парню досталась от отчима. Его карьера в шоу-бизнесе развивалась так же быстро, как и криминальная. А короткая жизнь даст фору сценариям самых крутых гангстерских боевиков. Путь от ученика Балтиморской школы искусств до первой отсидки в тюрьме Тупак прошел за 4 года. Бросив школу в 17, через пару лет он уже работает танцором в группе Digital Underground. Через год записывает первый сольный альбом «Tupacalypse Now», переезжает в Лос-Анджелес, где тут же выпускает второй альбом, знакомится с местными чернокожими бандюками и оказывается на нарах. После нескольких коротких отсидок Тупак и Шакур создают группу Thug Life, записывает еще один альбом, в 93-м году знакомится с 19-летней Аянной Джексон и вновь попадает в переплет. Девушка обвиняет его в изнасиловании, которое Тупак отрицает. За день до вынесения приговора Шакур с двумя приятелями отправились на звукозаписывающую студию, куда их пригласил рэпер Лил Шон для записи совместного трека. В фойе трое неизвестных наставляют на них пистолеты, требуют лечь на пол и отдать ценности. Все, кроме Тупака, подчиняются, он остается стоять и налетчики снимают с него золотые украшения, расстреляв в упор. Несмотря на ранения, пять пуль, одна в голову, на следующий день Тупак спокойно появляется в суде, в инвалидном кресле, откуда отправляется в камеру, до вынесения окончательного приговора. 7 февраля 1995 года он получает 4,5 года тюрьмы. И вот эта отсидка стала для него, не побоюсь этого слова, звездной. Тупак Шакур вошел в историю как первый человек, который, находясь в тюрьме, издал альбом. Он назывался «Me Against the World» – «Я против всего мира» и получил впоследствии мультиплатиновый статус. Мотая срок за изнасилование, Тупак, будучи заключенным, умудрился еще и жениться. С Кейшей Моррисон развелся сразу после досрочного выхода на свободу в 1995-м. И сходу выпустил еще один альбом. Двойной диск «All Eyes on Me», получивший девятикратный платиновый статус, считается главным творением Тупака и одним из лучших в рэп-истории. С выходом этого диска начинается и отсчет последних месяцев жизни этого человека. 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе после боя Майка Тайсона с Брюсом Селдоном Тупак и его приятель Шуг Найт встречают члена враждебной банды «Крипс» по имени Орландо Андерсон. И, как положено, по бандитскому уставу хорошенько его отделывают. Через полчаса машина, в которой Найт и Тупак ехали в ночной клуб отпраздновать победу Тайсона, останавливается на светофоре. Рядом тормозит белый кадиллак. Из его окна высовывается ствол, и кто-то открывает огонь. Найт получает царапину. Из тринадцати пуль четыре попадают в Тупака, одна из которых в легкое. Через шесть дней Тупак Шакур умер. Ему было 25 лет. Это случилось в пятницу 13 сентября 1996 года. Убийство, кстати, не раскрыто до сих пор. А Шакур превратился в одну из легенд Америки. В истории последнего покушения на него действительно много неясного, что и дает повод для слухов. То и дело, его якобы видят где-то живым, вроде даже успевают снять на видео. Его фанаты, так же, как в свое время фанаты Элвиса Пресли, уверены, что он жив и прячется где-то до поры до времени, чтобы воскреснуть, как Иисус из Назарета. Ведь говорил же он в одной из своих песен, «Я буду жить вечно». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!